Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Вы когда-нибудь оказывались в настолько ужасной ситуации, что больше не можете отличить хорошее от плохого? Это случается чаще, чем вы думаете. Некоторые события могут неожиданным образом подтолкнуть вас к краю пропасти. Подобная ситуация случалась у супругов, которые дружили с одинокой женщиной. Женщина по имени Алиса считала Катю своей лучшей подругой. Она часто приходила к ним с супругом в гости, а три года назад неожиданно родила ребенка. На вопрос, кто отец, Катя отказалась отвечать и сказала, что это не важно. Алиса решила больше не трогать больную тему. Ребенок подрастал, а Алиса никак не могла отделаться от мысли, что ребенок ее подруги очень похож на ее собственного мужа. С каждым месяцем это сходство становилось все более очевидным. Три года женщина строила догадки, и в один прекрасный момент Алиса поняла, что больше не может молчать. Она пригласила Катю в гости и высказала подруге и мужу свои опасения с предложением сделать тест на отцовство. Они начали упираться, но Алиса пригрозила, что просто соберет вещи и уйдет, если теста не будет. Катя плакала и уверяла, что никогда бы не смогла обмануть подругу, но женщина была непреклонна. В итоге Катя согласилась на тест, но сразу сказала, что их дружба закончена. К слову, тест оказался отрицательным. Муж Алисы не отец ребенка ее подруги. Как только женщина узнала правду и стала очень стыдна за свои сомнения, и она очень переживала, что потеряла подругу из-за собственной мнительности. Но и это не самое страшное. Муж Алисы также собрал вещи и на время переехал в другое место. Сейчас женщина не может понять, правильно ли она поступила. Но Алиса чувствовала, что у нее не было другого выбора. В противном случае, ей бы пришлось всю жизнь мучить себя сомнениями. Алиса была уверена, что ее муж поймет ее страхи, учитывая ее прошлый опыт с изменами ее бывших парней. Но этого не случилось. В своей истории Алиса поделилась в соцсетях с вопросом, что делать дальше. Многие люди спрашивали женщину, уверена ли она в том, что результаты теста не были сфальсифицированы. На что Алиса ответила, что она даже сама сходила в медицинский центр, чтобы проконтролировать весь процесс. Единственное, что смущало Алису, так это то, что Катя сама настояла на том, чтобы провести тест именно в этом центре. Поэтому есть вероятность, что у Кати была возможность договориться заранее. Но спросить у бывшей подруги Алиса уже не может, ведь Катя сразу же оборвала все отношения. А как бы ты поступил на месте Алисы? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru